Сергей Фурса с нами на связи, финансист. Сергей, здравствуйте, рады приветствовать. Здравствуйте. Вы уже часть комментариев озвучили в нашем материале, который мы только что все вместе смотрели. Да, так и хочется сказать. Сергей, продолжите, пожалуйста. Да, просто продолжите, да. Ну, Сергей, тут давайте уже больше, конечно же, разъясним. И, конечно же, если очень сильно углубляться в вопрос, почему, казалось бы, Китай, который сейчас, ну, очень максимально налаживает свои экономические торговые отношения по распространению техники, автомобилей и так далее, с Российской Федерацией, с другой стороны, банки Китая вводят ограничения на российские платежи. То есть, с одной стороны, если верить заголовку, как-то двуяко получается. С другой стороны, поясните, пожалуйста, почему так происходит не экономическим, а более таким, знаете, цивильным, гражданским языком. Пожалуйста, Сергей. Ну, вопрос приоритетов, на самом деле, да. Для Китая приятно, что Россия стала его сырьевым предатком. И да, Китаю приятно, что они сейчас захватывают внутренний рынок России. Но доля России в торговом обороте Китая была 2%, а сейчас, возможно, станет 5%. Это незначительная, собственно говоря, роль России для Китая, просто потому что китайская экономика в разы больше. И для Китая приоритетными странами для торговли ключевыми все еще остаются Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз. Поэтому терять возможность сотрудничества китайского бизнеса с Европейским Союзом, либо с американцами ради прибыли, но минимальных, учитывая масштаб с Россией, им просто невыгодно. И поэтому, собственно говоря, есть этот рычаг давления и со стороны Европейского Союза, и у американцев рычаг давления на Китай. Если мы говорим о Турции, та же самая история, да? Потому что я вот смотрю главные торговые партнеры Турции в 2023-м, та же самая история. На первом месте все-таки Европейский Союз, ну далее все-таки Россия, потом Германия, Китай, США и Италия. Я единственный источник назову Министерство торговли Турции. Это как раз главные торговые партнеры Турции в 2023-м году. ЕС остается на первом месте, поэтому вот это решение турецких банков о закрытии счетов российским компаниям. Я смотрю, на что надеется российский бизнес. Есть такой ресурс, всем известный, ведомости.ру. Я его открыла, что вот это издание, ссылаясь на свои источники, пообщавшись с представителями бизнес-структур, на что надеется бизнес России. Что ситуация все-таки разморозится, но все-таки ищут альтернативные способы расчетов. Что это за способы расчетов могут в ближайшее время все-таки реализоваться в данном контексте, Сергей? Ну вот посмотрим, если найдут, то посмотрим. Вот, интересно, кстати, да? Всем интересно, и американскому Минфину интересно. Они тоже сидят, не сложили руки, но сидят и внимательно смотрят, как россияне будут обходить санкции. На самом же деле, это такое интеллектуальное противостояние. Запад вводит санкции, потом смотрит, как Россия пытается их обходить. Россия, конечно же, находит пути не на 100%, но на какой-то процент обойти санкции. Запад видит, как это, и бьет в ту точку, которую Россия использует. Дальше ход России. Уже Россия пытается найти новые способы обхода санкций. Что они сейчас будут придумывать, и все ли банки... Мы же, на самом деле, сейчас трудно сказать, все ли, например, китайские или турецкие банки уже отказались от сотрудничества России. Мы знаем, что наибольшие отказались. Опять же, возможно, есть какие-то маленькие схемные банчки, которые готовы рисковать. Посмотрим, может быть, Россия будет использовать эти механизмы. На данный момент сказать сложно. Но это же рушит нарратив российский о том, что санкции недейственны, и плевать они на них хотели. Это же Путин во время предыдущей пресс-конференции или обращения у него какое-то было. Я уже запутался, честно говоря, где он выступает. То неважно. Он самое главное, что озвучил, то, что на санкции им наплевать. Но если они так в попыхах ищут какие-то обходы, то это говорит совершенно об обратном. Тут же еще немножечко дополню, Олег. Это вся история, особенно с турецкими банками. Я попрошу Сергея, если что, подкорректировать, потому что как раз это ваша сфера. Я, насколько понимаю, как раз отношения России с турецкими банками, они ухудшились сразу после выхода указа Байдена у 22 декабря, я процитирую дословно, о принятии дополнительных мер в отношении вредоносной деятельности Российской Федерации. Вот там как раз американские Минфины получили полномочия блокировать деятельность иностранных банков на более широких основаниях. И я так понимаю, что если мы говорим о Турции, я сейчас не о Китае, я как-то сегодня на Турции сосредоточилась в этом вопросе. Тут еще вопрос в том, что не так много банков в Турции. По последним данным, смотрю, их около 50. То есть это, ну, на самом деле, даже если внести хотя бы один или два, то это меняет очень серьезно конфигурацию всей финансовой системы самой же Турции. Поэтому Турция и пошла на этот шаг после 22 декабря. Не, ну, смотрите, конфигурации-то не поменяют, но просто ни один большой банк не хочет рисковать таким образом. Потому что если вас отключают от доллара США, вас отключают в принципе. Вас нет. Все, до свидания. Турецкие банки не могут себе это позволить. Действительно того, что Путин говорит, что санкции не работают, но Путин всегда врет. И он говорит, санкции не работают, но, пожалуйста, отключи, отмените санкции. Санкции для России болезненные. Да, они, может быть, не работают так, как мы надеялись с самого начала, и как Запад надеялся с самого начала. Через целый комплекс мер. С одной стороны, это дизайн санкций, который, возможно, был с самого начала неидеален. А с другой, нерациональное поведение самих россиян, которые подвержены пропаганде. И вместо того, чтобы паниковать, а в таких моментах надо паниковать, рационально паниковать. А они не паникуют. И поэтому эффект санкций сглаживается, идет постепенное углубление. Но санкции работают. И Россия, на самом деле, всеми средствами пытается убедить Запад эти санкции отменять. Поэтому нет, санкции работают, санкции это очень больно. И санкции, главное, это очень дорого. Мы буквально полчаса назад общались с нашим предыдущим гостем. И искали с ним пути, как можно еще давить на Российскую Федерацию в плане экономического и так далее. И вот он озвучил очень интересную... Мне сегодня в эфире показался, Олег, ты предлагаешь вариант. Да, слушай, я пятая колонна, как серый кардинал. Нет, в хорошем смысле, почему? Нет, вот смотрите, Петро Сауштравичус у нас был, это депутат Европарламента, наш очень хороший друг. И вот он сказал, что сейчас ведется очень мощная работа по давлению на третьи страны, которые помогают так или иначе Российской Федерации обходить эти санкции. Я не знаю, можно ли к третьим странам приписывать Китай, Турцию, понятное дело. Они, ну, точнее, Китай занимает нейтральную позицию, Турция чисто проукраинская, но Эрдоган прагматичным остается в своей политике. Но и рукопожатным с Путиным. Хотя, как говорят и турецкие паблики, публиковали, помните, легендарную картину, где одной рукой Эрдоган жмет руку Путину, другой руке за спиной кинжал. И тут интересный вопрос. Я правильно понимаю, что уже вот эта работа по работе с третьими странами, которые помогают обходить санкции России, она уже ведется, и это дает первые плоды. Вот те новости, вот Арабские Эмираты, мы видим, что они ограничили расчеты с Российской Федерацией Турции, о чем Лейла говорила, и Китай. Ну, смотрите, во-первых, Турция никакая не проукраинская. Это надо понимать. Поэтому третья страна, это как раз Турция и Китай, две ключевые страны, от которых сейчас максимально зависит Россия. На третьем месте это Индия, которая стала основной точкой приема российской нефти. И да, это Объединенные Арабские Эмираты как финансовый хаб, через который россияне ведут финансовые операции при продаже своей нефти и при других, собственно говоря, своих операциях, в том числе торговлю вооружением. Поэтому вот они, третьи страны. Китай, Турция, Индия, возможно, ряд, возможно, Бразилия еще, Южная Африка. Это такой общий, такой глобальный юг, так называемый. Вот это третьи страны. И еще важный момент. Насколько сейчас в целом в Китае, который мы выше уже вспоминали, сложная ситуация с экономикой? Я теряюсь в цифрах, потому что я далеко не экономист и боюсь там говорить что-то лишнее, но заголовки мировых пабликов писали о том, что существует инфляция и спад экономики Китая. Поясните тут, пожалуйста, с чем это связано и насколько это реальность по состоянию на сегодня? Ну, смотри, в Китае как раз проблема, что инфляции там не существует, там дефляция. И это как раз нездоровая ситуация. Китай находится, наверное, в худшей ситуации за последние лет 40. В своей экономике прошлый год стал годом разочарования в Китае со стороны инвестора. И первый раз за последние десятки лет, 30 плюс, наверное, лет, в Китае наметился отток прямых инвестиций, то есть больше денег вышло из Китая, чем зашло. В Китае целый комплекс проблем. Ну, во-первых, они росли очень долго. И когда вы растете 40 лет подряд, у вас накапливаются скелеты в шкафу. И вам нужно делать перезагрузки в виде кризисов, так или иначе, чтобы спускать этот пар. Китай не допускал этих кризисов, и поэтому проблем накопилось очень-очень много. К ним добавилась проблема демографии. Демография – это основа роста экономики любой страны. А в Китае начало стареть население и сокращаться население. Они заигрались в свое время в эту… Одна семья, один ребенок, и теперь разгребают проблемы. И решения тут нет, потому что увеличить, да, сейчас как-то рождаемость, ну, просто уже невозможно. И это приводит к стагнации в Китае. Плюс проблема диктатуры. Си пошел на третий срок, четко показав путь диктатуры в Китае и закручен у него гаек. А для экономики это очень плохо. Особенно для экономики 21 века, которая базируется на технологиях и на человеческом капитале. Вот этот вот удар по человеческому капиталу, когда они просто разнесли в пух и прах несколько крупнейших IT-компаний, давайте называть это IT-компаний, тоже не прошла дана. Поэтому в Китае есть огромный вал проблем. Я не уверен, что Китай там точно рухнет в ближайшее время, что там будет падение экономики. Пока оно у них просто сокращается, но для страны, которая росла такими темпами последние годы, это уже стагнация. И поэтому в Китае очень проблемная ситуация. Опять же, они пытаются всеми средствами что-то там наладить. Для понимания, китайский фондовый рынок сейчас в Гонконге торгуются акции на минимум за последние 20-30 лет. Причем, что американский фондовый рынок на историческом максимуме. Японский, который в Японии рядом с Китаем, тоже вышла на максимум за последние, бог знает сколько лет, лет 40. Поэтому в Китае тяжело. Именно поэтому Китай сейчас очень чувствителен к санкциям и к давлению со стороны того же Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки. Потому что сейчас им точно надо не навредить. Дополнительные удары по своей экономике они просто не переживут, и они это прекрасно понимают. Иногда складывается ощущение, что, вот и вы только что сказали тоже, одна из проблем для экономики, да и в целом это диктатура. Вот мне сразу видится Путин. Он сейчас делает все для того, чтобы удержаться максимально в кресле своем. Это касается, и на этом акцентируют аналитики, и на захвате Авдеевки. И они вообще вычищают информацию о том, сколько там потеряли население. И об уничтожении самолетов российских. И все молчат, сколько это вложено в них денег, и сколько это уже растрата для бюджета. У меня складывается ощущение, что Путин сейчас готов на все. Для того отдать все деньги, для того, чтобы хоть какие-то победы сделать, для того, чтобы держаться у кресла. К чему я это все говорю? А существуют ли у диктаторского режима какие-то красные линии в экономических вопросах? Ведь мы же видим, что санкции, они постепенно, но действуют. Рынок сбыта у Российской Федерации уменьшается. Там поиск других рынков по продаже энергоресурсов и так далее. Существуют ли такие красные линии, понимая, что Путин зависим от денег и в целом от влияния и продажи энергоресурсов всем и везде? Ну вопрос не в красных линиях, вопрос в ресурсах. Ресурсы сокращаются, ресурсная база сокращается. И, соответственно, возможности у того же диктатора вести войну сокращаются. Мы много слышали от Путина, что он увеличит расходы на оборонку в два раза. Сейчас как бюджет весь бросят на армию и так далее. И украинцы многие реагировали на это. И Запад много верил, что ну да, сейчас он сделает. Но если мы посмотрим на декабрь-январь, который мы только что прошли, и сравним с декабрем-январем прошлого года, то, собственно говоря, затраты российского бюджета сократились с учетом инфляции на 30%. Поэтому вот показатель. Ресурсы не безграничны. Ресурсы из-за давления, из-за санкций, из-за войны. А война это очень дорого. Ресурсы сокращаются. И противостоять Западу Путин в долгосрочной перспективе не может. Значит, сейчас на войну потратили и Украина, и Россия приблизительно одну и ту же сумму с начала войны. Но надо понимать, что Путин не может увеличить этот чек. Чек Украины полностью зависит от Запада. А экономика Запада коллективного в 25 раз больше, чем экономика России. Таким образом, Америка и Европа могут легко увеличить этот чек. Затраты на войну. Даже в два раза. И вообще не почувствуют это. Путин не будет что ответить. Вот, собственно говоря, как экономика влияет на диктатуры. Диктатуры ограничены в ресурсах. И диктатуры не могут обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе. Опять же, в современном мире особенно. Потому что в современный мир, в современной экономике. Где добавленная сторона? Что приносит основную прибыль? Это человек. Человеческий капитал – это основной. Но когда у вас есть диктатура, у вас сразу ограничивается свобода. Моментально. А при ограниченной свободе люди хуже реализуют себя. Хуже реализуют себя люди, у вас меньше растет экономика. И на завершение, да, есть уточнили? Я просто смотрю, как россияне называют этот ряд ресурсов. Вот прямым текстом. Банковский террор США вслед за Турцией. Китай, считай, закрывает Объединенные Арабские Эмираты. Что же делает Россия? Ну, вот такой банковский террор США. Как это, и чем это чревато? Тут достаточно много материала. Ну, вы же террор реализовываете по отношению к другому государству. Это и сейчас в отношении Российской Федерации. Вот вам и результат. Все же думали, все без последствий будет. На самом деле, последствия будут. И как там говорили, мы еще не начинали. Я думаю, что тут как раз еще наши союзники и партнеры, возможно, в каких-то вопросах и не начинали. Уточняй и будем заканчивать. Да, да, да. Буквально у нас минутка остается. Я уточнить хочу. Сергей, опять же, я просто последнее время, возможно, где-то мой вопрос будет дублироваться. Но в последнее время очень много работаю, изучаю моменты касательно того, как же еще можно давить на Российскую Федерацию, видя, как, по крайней мере, публично Путину плевать хотелось на все, что делается внутри Европейского Союза, на ограничения. Мы сегодня буквально очень много новостей озвучивали касательно ограничений транспортных, экономических, торговых и так далее. Но все же, вот вы бы что сейчас в приоритете делали, имея, не давление, а выходы на международных лидеров тех или иных стран, что бы вы предложили, что бы вы делали для того, чтобы еще больше, простите за жаргон гайки, закрутить Путину и его экономике? Как бы это пафосно и громко сейчас не звучало, но все же по маленьким кирпичикам. Нет, ну смотрите, все крупные санкции, которые могли быть введены, уже введены. Нереалистично ожидать полного эмбарго на поставки нефти со стороны России. Нереалистично. Также нереалистично ожидать санкций против атомной энергетики. Что там еще остается? Ну остается алюминий, например, российский. И плюс, опять же, ужесточение, ужесточение, ужесточение предыдущих санкций, обслеживаний. Все, следующие пакеты санкций, абсолютно все, будут иметь своей целью подкрепление работы предыдущих пакетов санкций. Сергей, спасибо огромное. Всегда вам рады в эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Сергей Фурсов, финансист, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.